надежда всем доброго вечера спасибо казачинская приветствует вас все дежит вроде бы краснодарский край напишите все-таки интересно где вы живете где-то завтра минус 40 опарина московского 8 минус 2 добрый вечер из москвы на родитель свинина архангельская ожидается 8 12 можно олег медленно дальнобойщик которые это с удовольствием я бы его отправил мне бы дали власть отправил бы возглавить брянский институт навести порядок всем здравствуй скорее бы весна то хочется поскорее начать привать вам надо идти в науку олег олегович так смотрите лишь карла один из самых грамотных мужиков в нашей стране настоящая фамилия это я уже говорю тем кто когда-то за интересуется по-настоящему его зовут александр николаевич смотрите видимо это чуть не сказал погоняло как называется это наверное это называется псевдоним значит получается сан николаевич песоцкий запоминайте один из самых грамотных мужиков россии в россии почему еще раз говорю наш кружок самый грамотный вот отвлеченные знания от как после которых ничего не вырастешь не считается влад привет надежда как издалека вы подходите главного бог есть не сомневайтесь дарвин утырок я не не очень умный так и награде а ой не так дарвин умнейший мужик но вы понимаете это как как сказать когда-то тимирязь их написал если у света не упадет и тут же это на почку она не заплатилась и тут же начали коричь и деревья когда-то кто-то придумал цепную реакцию и теперь весь мир набит атомными бомбами которые все одновременно взорвутся в одну войну планета исчезнет вы понимаете так везде и всюду кто-то изобрел этот самый обыкновенный хлор этот самый газ хлор 20 тысяч солдат погибло еще когда не было никакой технологии просто взяли ветер выбрали отправили это самый баллоны с газом открыли 20 российских солдат были мертвы а еще десятки тысяч коллег вот это вот любое можно ноги использовать понимаете что получается а дарвин он умница молодец в этом узком внутри видовом вот тут а как из одного вида другой получается ему было не дано за него додумали другие и мощь не хотелось чтобы бога не было а вот обошлись без бога а где же наш предок ну нету вы знаете куда-то потерялся обезьяны люди а вот предок ну вот не находим никак но он был он был это человек не божественное создание предок был вот не нашли ну вот представляете ну откуда берутся нового вида внезапно сохраняется тоже идиотскую эту самую межвидовая не буду повторяться это я сейчас это развалдусь виноградом здравия на дичьев 525 миллиона назад появились позвоночника ну вот а там была какая цифра 75 миллионов до ну появились появились вопрос от как появились откуда появились вот это цифры то не сами вас там не жили то время вы с цифры где-то взяли а нет откуда они зачем появились из чего метр спасался от этого от дыма кому счет предъявить за сгорёвший уже до открыл окно все а теперь но заложен поехали дальше я консильный ой как я люблю вопросы но ведь ежедневно образующиеся клетки в органе не завещается столько же погибших которые вводятся через лимфу поверим учебники некорректно сформулирован принципе измельчивых видах а не пределах до вида вот то что вы написали да да клетка меняет клетку но им нет причин меняться как бы сказать то вот если попробовать но это уже нельзя больше про это говорить я устану все вот если однажды наступит ледниковый период люди большинство погибнут сто процентов остановится все потому что большая толстая льда раздавит эти самые плотины да все остановится люди ну выживать будут по принципу вот уже совсем под мало осталось и вот эти люди которые не просто будут у костра греться или там у печки буржуйки они еще останутся людьми а время совсем когда мерзнуть однажды родиться у какой-то и женщин обычной берлосы ребенок полностью покрытой шерстью больше такой изменчивости вида и вот он даст хвост еще не будет вот это для дерева предназначен а здесь какое дерево зима вот но шерстью покрыт однажды про не просто будет все дети будут замерзать также может быть погибнут уже хуже 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 ну помните пацель до 23 километра не в длину высоту вы можете выжить там а это было и вот если где-то все же каким-то чудом они вот и не дети начнут покрываться шерстью сразу почему это есть то самое изменчивость видов вот уже не пределах одно вид это будет же другой вид это уже будет это называется приспособление даже не дичьям может быть даже в мозге станции те же эти же станции уже будет мало информации не будет школ на них мозги будут далее уже заблокирован еще сильнее информации нет мозги блокируются потом потепление эти шерстяные люди вылезут из своих нор пещер потом опять начнется процесс уже шерсти меньше уже люди уже появятся первые школы вот больше информации появится письменность вот и так далее вот так она примерно выглядит всех приветствую солнце визжавское температура минус 16 будем наблюдать звездопад вам повезло как бы вам этот звездопад бы боком не вышел менее 6000 лет бог создал землю пишет надежда и причем сразу все было совершенно чек все звери птицы рыбы конечно сатрайский сат так это знание ну нужно принять наш мозг несовершения вот я пытаюсь то же самое что вы сказали придать какую-то наукообразность как бы в это сам факт 60 я проверял как проверял то чего не могли и когда не мере вы есть такое понятие по человеке это наука и вот когда они копали я и видели срезы чернозем глида суглинах чернозем глида суглинах причем бывало так что объяснить невозможно почему чернозем ниже глины а что такое глина оказывается выветривание остаточных скальных пород а потом смотришь как неровными слоями думают юбкайте ведь это же кто-то землю искусственно создавал и этой мысли приходит в голову и чем дальше знаешь и впервые я могу позволить себе добрав тоже ядексе увидеть тысячи разрезов и знать и делать другие выводы чем делали почвоведы 19 века а ведь с тех пор ничего не изменилось я смотрю сами пишут за тысячи лет один сантиметр всего-то слоя вот столько значит шесть тысяч лет назад земля появилась так что ли надежда права но ведь тот самый слой чернозема который был семь тысяч лет за восемь дней она просто исчезли и стать суглинка но вероятность того что было так как пишет надежда очень высокая вот это что райских то что человек не земли это факт для меня вот это вам не с этого не не я уже высмеял эту землеройку мышь и райский сад тоже не земли если бы вы знали жизнь бесконечно сколько на землю всего попало смотритель согласен дары многого не рассказал то он не знал много церкви много не договорит и вот это удивляет почему они говорят нам не нужно знать это мне священник говорю нам не нужно знание нужно вера а верующих все меньше а все больше придурком которые это вы видели когда нибудь эти самые каких массовые где там какой-нибудь придурок рог поет и в это время тысячи десятки тысяч людей балдеют половина из них алкоголем накачано половина наркотиками а вы все о этом говорим о разуме так что там дальше в церкви много не договаривать есть еще инопланетный разум инопланетный путь заселения инопланетный такой продвинутый один из самых грамотных в россии я не говорю все есть же физики лирики и садоводов есть еще время на процент туннель это тоже путь для попадания семья на землю если где-то посередине может все сразу но туда пока никто не видел но не исключаю надежда нужно как то нужно что-то было высшее ну что то вы имели ввиду ребята инопланетяне придумки это совсем не то о чем пишут это дьявол его свита ну почему как как версию почему бы не допустить как версию как гипотезу самое большое достижение душу людям что его дьявола нет да нужно учиться только усилия могут быть разными вот взять дурака дарвина а ведь учились у него он не дурак слово которое мы обычно применяем эволюция эволюция это часть эволюции до своего века был выдающимся а для нас уже извините какой не был выдающийся но многого не знал что мы знаем он не мог сосчитать что если он сосчитал что клеток у человека 10 триллиона 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 он никогда бы не не то самое не придумал бы эту самую свою теорию но он этого не знала до совета был выдающийся настолько выдающийся что это самое правда за ним миллионы и у крови только десятки сотни миллионы десятки и сотни миллионов трупов только благодаря ему об этом не понимал а мертвых плохо не говорят ну тоже верно но дело в том что это самое тут же пишите про дьявол его света а а вы про инопланетян когда дети школе они должны вот все что мы говорили от бога от дьявола дьяволе а а вдруг это инопланетян а вдруг от земли ройки и вот дети когда все эти вещи узнают у них каждого сложиться но подвести их нужно аккуратно земли ройки никак не могли ну никак не могли а инопланетяне о чем уже как-то это такое иметь к такой ведь почему бы нет как версия иметь происхождение от инопланетян уже детям больше понравится это лучше чем от грязной лужи этот и вот так и надо преподносить добыл опален а что его в советском союзе можно было еще сказать хоть заработать свои серебряники говоришь ты с грязной лужи случайно слепание а потом всю жизнь на этом это теория опалена всю жизнь на этом этом как называется это уже даже не просто жить на этом на этом как бы паразитировать как на как бы на грибах так так что дураком дали на не считайте просто вас занесло немножко вот и тут запишет а мертвы плохо не говорят нормально вы тут вы правы он слишком много нагадил он не нагадил он дитя своего времени он говорил то что думал он искренне считал посмотрел клювики у зябликов да разные ну зяблик то не стал эти вороны в которых клюв длиннее он остался зябликом только клюв длиннее потому что хотел кушать зяблики с короткими клювами начали умирать вот раз и вдруг вот это и называется та самая мутация вот чуть на полмиллиметра длиннее и может быть за счет этих полмиллиметра он ткнул нос в этот самый трещинку на дереве и дотянулся до червячка и выжил а потом у него родились дети и некоторые из них имели тоже клювик больше вот вся его это а то что он до дошла это потом ему в это а значит от обезьяны на него все навешали он буду меня рад был так он слишком много наградил наша бабушка была обезьяна никогда не было так у всех людей бывает ошибки забыл это даже не ошибки на тот момент это было истина исходя из тех знаний которые были доступны с той науки подарки школе учителя задолбили о любила биологии хорошо училась правда было очень давно учителя вдолбили ну теперь то уже другая вот вы видите про ошибки про заблуждение пишите так же так ну что браться мы сегодня когда-нибудь закончим если отрицать дарвина то изменчивость вида который вы видите прямо сейчас по себе тоже не существует нет не существует я никого изменчивостью не вижу другое дело что масштабы на нашей памяти на нашей жизни одного даже десятка поколений ни одна обезьяна человеком не стала ни один хвост поколение за поколение собакам отрубают хвосты короче не становится я тут вас не понимаю александр николаевич я не вижу никакой повсеместно это переменчивости вида не вижу я вижу только собак из большой можно сделать маленькую даже карлика которая влазит в эту карман и очень быстро собаки теряет шерсть становится лысыми коты теряются но они остались котами так не стоит оскорблять дарвину простую идею неправильно трактует измельчить организм после закрепления полезного призыва возможно пределах то одного вида именно это способствует пожеланию вы молодец и лена вы написали одного вида ну не станет собака кошкой вы понимаете они параллельно развивались в разных условиях так же как вы же садоводы или где яблони груши были одним когда-то видом а семена туда направо налево направо там это похолодеет налево потеплее направо суше налево это приспосабливаются новые признаки переходят гены и вот пожалуйста были родственниками остались родственниками даже опылить могут друг друга иногда с дуром так если там вспомните бергамота мичурина ну вот хотя я считаю это извращение ну ладно но оно и факт но груша для более ссорых мест крона во стержевой корень а яблони корнево крона во для более ссорых мест да еще отводки дают утыкаешь подземные воды я все это сам правда придумал так получилось извините что сам это все приду но я вижу то через 100 или 200 лет я очень сомневаюсь что меня поправит просто это станет истина сегодня нигде этих учебниках нет вроде бы как не знаю так давайте дальше пойдем я опять на судоводство видите как меня заклинило и так или на пределах до вида способствует выживание при катаклизма при катаклизмах она не способствует она способствует выживанию одного из тысячи одного из миллиона остальные при катаклизмах погибают все не могут иметь новый он еще не полезно это просто уродство которое может помочь выжить при конкретных этих вот вот так же какой просадоваться не будет надежда где изменчивость роста сюда никаким образом измельчить раз одно и то же просто сейчас мы далеко зайдем как он объяснил появление человека только за это и за богоборчество презирая его богоборчество не подходит богоборчество это хорошее слово так что вы немножко это ты ладно проехали опарина выведение супер сортов растения разве это не измельчилось все это было возвращаем возвращаем меняем условия но условия хитро то чего не предусмотрела природа прививки это только человеческих рук дело несколько поколений привыкали по двое с приводим и вдруг бах да все что я вам показал вот эти вот это химеры но химеры уже не совсем химеры если у меня эти самые роскошные сливы на абрикосе у меня есть фотографии старой сцены погибли значит химера я не мог поделать роскошные плоды которые не видны химера у меня получилось сливы на абрикосе а у этот взял сливы на абрикосе у чернобаве я говорю ученики к нему запишусь он взял у него получилось я то работал с химерками а у меня рук не я бы с химерками бы добился успеха мне не хватило ни рук не времени еще на заводе работал когда господи а у него получилось вот и получается возвращаем им они не могут вот сделал вот такой стал не стал несет если такой стал по железу он такой когда-то был мы не совершили чудо мы не придали в его качество ни с того ни сего мы с вами проходили это основа основ основа будущее этой основа будущее селекция снова будущее науки основа будущего виткотирная геморизация основа всего садоводства знаете какой не может вот такой плод а уже ли взял только встал ты раза больше что-то триллионных этих клеток что ли вдруг ничего не все взялось да нет у меня эти качества заложены были они просто уснули они были как бы называть доминантами стали рецессивными рецессивными и я бы даже назвал их не рецессивными так я бы даже их назвал ой нет неудобное слово типа похоже на уродство да но это уже не уродство это наоборот это был когда-то расцвет затем было приспособление 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 хуже хуже пак железо вернуло вот это качество поняли теперь надеюсь выведение вы написали супер сортов разве не изменчивость нет это было еще раз это есть в геноме у культурных растений которые появились на земле раньше нас людей идем дальше наш вадим гранит закончил